Всем привет! Сегодня хочу показать программку, которая называется Автодата. Эта программа довольно неплохая. Она используется очень часто на станциях техобслуживания для определения параметров, моментов затяжки, как снять ту или другую деталь, какой-то элемент, как правильно установить ремень, как установить газораспределитель, ну и так дальше. Давайте начнем, я покажу из чего она состоит. Вот берем техническую информацию, нажимаем на нее. Вот у нас выскакивает список автомобилей. Которые есть в наличии в данной программе. Значит, ну возьмем, вот так как у меня Mercedes Sprinter, я на нем и попробую вам все показать. Берем Mercedes Sprinter. Вот он у меня 903 он. С 1995 по 2006 год выбираем его. И у нас вот выскакивает такое окошко, в котором обслуживание, силовые агрегаты, шасси, кузов и салон, электрооборудование и общая информация. Ну давайте возьмем с обслуживания, да. Регламент технического обслуживания. Нажимаем на нем, выбираем 2.2.311.3.2. И у нас появляется код двигателя. Нажимаем на нем кнопкой мыши и смотрим. Значит, выбираем тип сервисного обслуживания. Машина с 2003, у меня 2004 год. Значит, берем вот этот выбор и видим. Замена масла. Техническое обслуживание. Ну, допустим, посмотрим, что такое замена масла. Так, значит, мы имеем, значит, такую вот картинку, где расписано, сколько и чего надо менять. Вот возьмем, например, каждые 24 месяца, вне зависимости от пробега, нажимаю на нем ОК. И мы имеем такую информацию, которая меня, ну, удивила, что каждые два года нужно менять тормозную жидкость. Вот. Это вот интересный вариант. Значит, дальше. Каждые 250 тысяч нужно менять охлаждающую жидкость в автомобиле. Это регламентирует сам производитель автомобиля. Вот. Дальше идем назад, смотрим следующее, допустим. Иллюстрация по обслуживанию, так? Ну, тут у нас есть такой целый список. Дополнительный привод, ремень-прокладка, места установки домкрата, сливные отверстия, салонный фильтр и разъемы кондиционера. Ну, допустим, возьмем дополнительный привод ремень, который называется прокладка, почему-то. Ну, перевод. Вот мы имеем 4 вида ремней, которые устанавливаются на автомобиле. Так как у меня кондиционера нету, то у меня, скорее всего, вот этот вариант. У меня два паразитных ролика, один гладкий, по-моему, так. Вот этот вариант, например. Вот посмотрим его в виде объемном. Вот такая вот картинка. Мы получим такую картинку. Значит, еще, если надо, можно распечатать. Здесь вот есть такая специально отведенная полочка, где печать. Идем назад. Так, что тут еще интересного есть? Так, иллюстрация по обслуживанию. Индикатор сервисного обслуживания. Что мы здесь имеем? Так, мы здесь имеем индикаторы. Индикаторы. А, это просто мы имеем табло, на котором показано, где, что, какой километраж и какие образцы бывают в автомобилях. Ну, это так себе не сильно интересно, хотя, может, кто-то не знает. Так, замена тормозов. Замена тормозов. Технические характеристики. Так, тут у нас тормозная жидкость, которая используется. Дальше литраж ее. Дальше тормозные диски. И, значит, затяжка, размеры тормозных дисков и барабанов, минимальная толщина, которая должна быть. Ну, то есть, описано все досконально. Так, идем дальше. Замена тормозов. Это мы видели обслуживание кондиционера. Так, тут что? Тут показано, где оно находится и куда его заправлять, заливать. Опять же, это все можно распечатать при желании. Так, что еще у нас есть? Вот есть такой пункт, силовой агрегат, управление двигателем. Открываем. Значит, открываем все и смотрим, что мы имеем. Мы имеем так, раз. Это вот, какие элементы, где находятся на двигателе. Мы можем увидеть, можем посмотреть. Тут они отмечены цифрами. И если вот здесь полочка такая нажимаем, мы видим датчик положения к распределителям вала, обогреватель системы вентиляции картера, ну и так далее. То есть, можно посмотреть по ходу в этом списке. Так, идем дальше. Так, не надо было закрывать, ну ладно. Еще раз, управление двигателем. Открываем все и идем дальше. Так, удаление воздуха из топливной системы. Описывается, как это все делается. Дальше. Система проверки предварительные условия. Это у нас идет регулировка, а, давление топлива, которое должно быть в трубках. Давление топлива низкое. Тут это проверка давлений и параметры, которые должны быть. Так, следующее. Свеча накала 1, свеча накала 2. Что мы имеем по свече накала? Так, вот свеча накала у нас показана. Как она у нас, допустим, выглядит. Так, и... Значит, в свече накала можно разобраться и понять. Хорошо, идем дальше. Да, конечно, надо с первого раза сложновато определиться. Хорошо, идем. Значит, мы сотрели, уже просмотрели вот это все. Свеча накала, форсунки. Ну, видно та же ситуация. Топливная система, как она выглядит. Опять же, возьмем форсунку. Видим, как форсунка выглядит, да. Вот мы ее можем просмотреть. И четко мы видим, как она выглядит в данном автомобиле. Ну, допустим, есть коды неисправностей. Можно посмотреть все коды неисправностей, которые... Проводка форсунки, обрыв. Вот все по форсункам, которые могут быть при диагностике через OBD2. Ну, в принципе, там у нас не OBD2. У нас 14-пиновый разъем. Своеобразный такой. Ну, понятно. Дальше, расположение компонентов. Вот, например, можно посмотреть. Опять же, ну, это мы видели. Эти расположения, они дублируются. Проверка компонентов. Проверка. Значит, проверка компонентов. Это вот форсунки, опять форсунки, опять значение, номинальное значение в Омах. Это довольно интересный вариант. Он не помешал бы этой обмотке форсунок, обмотке сопротивления, которое должно быть. Вот. Дальше у нас идет электросхема. Это тоже полезная вещь, которую можно увидеть при желании и изучить. Ну что, идем дальше. Значит, мы брали управление двигателем. Так. Значит, когда мы, опять же, откроем все, посмотрим. Значит, расположение компонентов мы видели. Удаление воздуха в топливной системе. Тут пишется, как его удалить, что нужно сделать. И как выгнать из системы воздух. Система проверки регулировки. Описано давление. Опять же, мы об этом говорили. Свечи накала. Датчик. Значит, вот здесь все. Вот это. При открывании мы видим, как оно выглядит. И что особо представляет. Допустим, опять же, датчик положения педали акселератора. Концевой выключатель. Педали сцепления. Ну вот, допустим, есть такой датчик температуры. Датчик положения распределителя вала, допустим, посмотрим. Вот нажмем. Так, он имеет вот такой вид. Три контакта. Зажимчик. И все. И больше ничего. Защелочка. Опять же, можно распечатать. Так, даем. Идем назад. Идем дальше. Привод газораспределительного механизма. Так, чтобы увидеть его, весь этот привод, что мы можем? Мы можем открыть все, опять же, и опять мы имеем. Ну, идет дублирование в некоторых вещах. Вот, описывается фиксатор маховика, пластины, специальные указания, что нужно сделать, соединить клеем. Ну, в принципе, это при том, что если человек не полностью уверен, но хочет сделать, это для него интересно. И полезно, и, наверное, все-таки очень полезно. Да, я думаю, полезно. Так, идем дальше. Дальше. Возвращаемся назад. Дополнительные приводные ремни. Откроем, посмотрим. Так, открываем все и смотрим, что у нас имеется в виду дополнительные ремни. Это все, ага. Это как снять эти ремни, как их натянуть, как провернуть, как установить. Это все описывается в этом вот пункте. Понятно. Опять же, возвращаемся назад. Что мы можем еще увидеть? Сцепление. 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 Тоже, ну, это нужно знать, нужно, как говорится, уметь, кто хочет. И общие процедуры. Тут описывается, какие нужны инструменты. Дальше. Что масла и рабочие жидкости. Какие нужны. Замена сцепления. Тип сцепления. Что нужно делать, как устанавливать. Это первое. Потом, тут же, опять же, есть иллюстрации, на которых можно разобраться, посмотреть, что где закручивать, где что откручивать и в какой последовательности. И далее все описано. Вот видно, что оно, такие очень полезные, полезную информацию выделено жирным шрифтом. Регулировка привода, дальше идет переключение передач, регулировка сцепления, трансмиссия. Оно пишется и для автоматической коробки, и для механической. Так, ну, что еще хочу сказать, что, в принципе, данная программа была дана официальным сайтом Автодата на определенный час, по-моему, на неделю они мне дали, для ознакомления с данной программой. И вот, в принципе, я показал два, скажем, два куска, такие силовые греха от обслуживания в данной программе, которые на автомобильном Мерседес Принтер. Ну, если будет кому-то интересно, я продолжу данный видеоблог, видеоканал. Если же есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Может, даже лучше в личку, там есть мой имейл, поскольку не всегда информация доходит вовремя через канал YouTube. А так, ставьте пальцы, подписывайтесь на мой канал, если кому-то нравится. Ну, а так, всего хорошего. Всем спасибо за то, что вы просмотрели видео до конца.